Закажите любимые блюда из ресторана Прайм с доставкой. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей Саров 24 в студии. Константин Привозчиков. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Плюс 9 выздоровевших за выходные. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Прием пациентов на дому и дистанционная выписка лекарств. Как работает первая поликлиника в условиях пандемии? Последний звонок в онлайн формате и неопределенность со сроками ЕГЭ. О завершении учебного года рассказала директор департамента образования. Далее расскажем обо всем подробно. Количество заразившихся COVID-19 в сутки снижается. За последние в мире заболело на 503 человека меньше, чем за предыдущие. Цифры незначительные, но обнадеживающие. Это говорит о том, что инфекция распространяется в странах уже не так активно, как раньше. Вылечились в общей сложности более 1 миллиона 800 тысяч пациентов. За весь период эпидемии коронавирус унес жизни 316 тысяч человек. Всего на инфекции заразились более 4 миллионов 800 тысяч человек. Прогнозировать дату, когда пандемия закончится, ввоз пока не может. В России тоже снижается количество вновь выявленных больных коронавирусом. За последние сутки зафиксировано около 9 тысяч новых случаев. Всего с начала эпидемии заразились чуть более 290 тысяч россиян. Выздоровели 70 209 человек. Для выявления болезни сделали более 7 миллионов тестов. Подтвержденные случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех 52 районах и городских округах Нижегородской области. Почти половина всех заболевших, 49 процентов, живут в областном центре. За последние сутки в регионе подтверждены еще 279 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего COVID-19 заразились 6 692 жителей области. Более половины из них находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь их протекает бессимптомно либо в легкой форме. 1 410 человек выздоровели и выписаны. Средний показатель тестирования за сутки составил почти 4,5 тысячи человек на 100 тысяч населения. О том, что в Нижегородской области созданы условия для запуска первого этапа снятия ограничений, предусмотренных режимом повышенной готовности, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем аккаунте в Инстаграм. Коэффициент распространения инфекции снизился ниже отметки единицы. Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что добиться таких результатов помогла слаженная работа с Роспотребнадзором. Еще 4 человека заболели коронавирусом в Сарове. Таков итог выходных. Всего с начала эпидемии в нашем городе заразились COVID-19-90 соровчан. Из них выздоровели 40. 13 человек по-прежнему лечатся в условиях стационара. 11 в инфекционном отделении клинической больницы номер 50. Двое в тяжелом состоянии находятся в Приложском окружном медицинском центре. 4 наших случая – это, как всегда, одна и та же песня. У нас есть заболевший из числа контактных, то есть в одной семье, где есть больной, и к нему лица, которые живут в этой семье, тоже заболевают. А еще у нас 3 случая – завозных. Под медицинским наблюдением находятся 42 человека, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией. Лабораториями клинической больницы номер 50 и Центра гигиены и эпидемиологии ФМБ России проведено 4717 исследований, направленных на выявление COVID-19 у соровчан. По словам Ирины Игнатьевой, по всем показателям Саров готов к первому этапу снятия ограничений. Также она призвала жителей города воздержаться от поездок в районную область, особенно в ближайший к нам Дивеевский. В последнем заболеваемость коронавирусной инфекцией в пересчете на 100 тысяч населения в 56 раз выше, чем в Сарове. Без врачебной помощи не останется никто. Поликлиника в условиях режима повышенной готовности работает по особому графику. Приемы некоторых пациентов без ущерба для их здоровья ведутся на дому. Не проводится диспансеризация. Рецепты на лекарства выписываются дистанционно. Подробности в следующем репортаже. В случае необходимости консультации узкого специалиста, основные специалисты, хирург, невролог, лоро-врач, офтальмолог, по заявке терапевта тоже могут выйти на дом к пациенту. Остальные специалисты так называемых узких специальностей, врач-терапевт может либо с ними проконсультироваться дистанционно, либо в некоторых отдельных случаях пациент может быть приглашен на дом с соблюдением всех предосторожностей. Если ей нужны какие-то необходимые обследования, если их возможно проведение на дому, сделают на дому. Если нужно будет что-то сделать, то, что не делается на дому, со всеми предосторожностями, о которых доктор рассказывает, женщина придет. То есть максимально все-таки мы стараемся не приглашать людей в поликлинику. Этим пациентам организована дистанционная выписка лекарственных препаратов, если они являются льготными категориями граждан, а многие из них как раз так называемые льготники, им дистанционно по их заявкам выписываются препараты лекарственные, рецепты на препараты, и препараты эти в случае необходимости доставляются на дом. Парк имени Зернова запустил конкурс рисунков «Моя семья в парке». Творческие работы нужно выложить в социальных сетях с хэштегом «Моя семья в парке» или прислать снимки на адрес электронной почты саровпарксобакамail.ru Работы принимаются до 25 мая. Оценивать работы будут зрители. Итоги подведут 1 июня. Авторы рисунков, которые наберут наибольшее количество голосов, получат награду подарочные билеты на аттракционный парк Зернова. Другая важная информация в подборке коротких новостей. ЕГЭ по математике базового уровня в этом году не будет. С таким заявлением выступила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова. Также чиновница уточнила, что задания единого госэкзамена из-за пандемии коронавируса останутся на прежнем уровне. Их не планируют ни упрощать, ни тем более усложнять. Напомним, ЕГЭ в этом году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в ВУЗ. И только по тем предметам, которые им нужны для поступления. Сроки проведения экзаменационной кампании пока неизвестны. По самым оптимистичным прогнозам, провести ЕГЭ получится не раньше июля. В Нижегородской области запустили горячую линию по вопросам защиты прав медиков, которые работают с больными новой коронавирусной инфекцией. Звонки принимают по номеру 8-920-069-5020. Все сообщения рассмотрят в Следственном комитете по Нижегородской области. Для справки. Президент Владимир Путин поручил выплачивать таким специалистам стимулирующие надбавки. От 25 тысяч для младшего медицинского персонала и водителей скорой помощи до 80 тысяч рублей для врачей. Автовладельцам в период до 30 сентября этого года разрешили приобретать полис ОСАГО без предоставления диагностических карт. С обязательным условием донести этот документ страховщику в течение месяца после снятия ограничительных мер. Соответствующие поправки в закон приняла Госдума, сообщает портал автомейл.ру. При необходимости правительство может еще сдвинуть этот срок, но не более чем на 90 дней. Учебный год в школах в этом году закончится 22 мая. На этой неделе ученикам выставят итоговые оценки, а для выпускников будут проходить консультации. При этом период государственных экзаменов для 11 классов пока точно не определен. Подробнее об изменениях, которые произошли в школьной жизни в конце этого учебного года, рассказал директор департамента образования. Последний звонок в режиме онлайн. Дистанционная учеба и запрет видеться с одноклассниками. Коронавирус больно ударил, в том числе и по школьникам. Несмотря на скорое окончание учебного года, 9-й и 11-й классы пока находятся в некой неопределенности. До сих пор нормативных документов, точно закрепляющих решение Министерства просвещения относительно проведения итоговой аттестации, нет. Мы знаем точно, что сроки перенесены, и Министерство просвещения говорит о том, что, и везде вы видите в СМИ, что ОГЭ отменен. На уровне сообщений Министерства просвещения отменено, но нормативные документы мы ждем. Министерство просвещения обещает, что до конца мая месяца будет выдана вся нормативная база, в соответствии с которой мы можем официально уже разместить информацию. Как только будет официальная информация, она тоже будет доведена до каждого родителя и размещена на всех сайтах образовательных организаций Департамента образования. Уже понятно, что в этом учебном году дети в школу не вернутся. В связи с этим возникает вопрос, как сдавать учебники. Я очень прошу и всем говорю однозначно, никакой сдачи учебников сейчас до завершения режима изоляции не будет. Мы спокойно сдадим их в августе, если будет необходимо, и 11 классы сдадут тогда, когда все закончится. Ничего страшного, мы решим эту рабочую проблему внутри собственно говоря образовательной организации. Категорически я призываю никого из родителей ни по собственной инициативе, ни если вдруг почему-то возник такая инициатива и у школ, категорически не сдавать, не приходить в школу. Также нет определенности, когда заработают пришкольные лагеря. По рекомендациям Министерства образования, они могут открыться не ранее 25 июня. Кроме того, 11-классники в этом году остались без традиционного последнего звонка и выпускного. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает штрафы для чиновников, оскорбивших граждан. О том, что представители власти необходимо наказывать строже за неподавающее поведение еще в конце января, в своем послании к Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин. За оскорбление при публичном выступлении или в средствах массовой информации депутаты предлагают штрафовать граждан на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей. Юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей. В социальных сетях мы спросили саровчан, считают ли они такое наказание достаточным. 58% участников опроса считают, что наказывать нужно строже. 36% сочли штрафы вполне адекватными нарушению. По 3% голосов набрали варианты «мне все равно» и «слишком суровое наказание». Инструменты для ремонта машины стали добычей вора, который сумел открыть багажник автомобилем «Мерседес Спринт». Мужчина присвоил себе домкрат и набор ключей, головки стабилизатора и молоток. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого в краже нашли. У него обнаружили лишь часть из похищенных вещей. Куда он делал остальные, полицейским еще предстоит выяснить. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка расскажем в следующем репортаже. В результате оперативно-розыскных мероприятий лицо было установлено. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Честь 2 статьи 161». Супруга его не пускала домой, поэтому он выбил дверь, но никаких серьезных телесных повреждений там нет. Водитель автомашины «Митсубис Лансер» был госпитализирован в КБ-50 в реанимацию. В настоящее время он находится в травматологии. К нами возбуждено административное расследование. По его окончании будут приняты процессуальные решения. Горожане уже привыкли к тому, что 18 мая музеи предлагают интересную программу культурного отдыха. Но только не в этом году. Почти два месяца двери всех музеев мира закрыты. И вся работа проходит в онлайн-формате. В социальных сетях экскурсоводы рассказывают о выставках, в их интересных экспонатах, проводят конкурсы и мастер-классы. В самом городском музее представлено несколько подразделов экспозиций. Это городской быт, деревенский быт, где мы сейчас с вами находимся. История Саровской пустыни, формирование Саровского монастыря. История города. Это уже завод 550. Это уже внеев. Это и военная история города. Также отдельный животный мир. Что интересно, при жизни Михаила Михайловича в Ленинградском антропологическом музее было всего три подлинные работы, которые были сделаны руками Михаила Михайловича Герасимова. А у нас пять подлинных работ. Много репортажей о наших сокровищах, сокровищах нашего музея. Будут и мастер-классы, и викторины. Обязательно с призами. Подготовили фильм по истории нашего города, предприятиях нашего города. А также интересное путешествие в прошлое с надеждой на будущее. Небольшие такие зарисовки. А ночи в музее прошлых лет. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Вкусный, быстрый, горячий. Бизнес-ланч с доставкой из ресторана «Прайм». Прием заказов с понедельника по пятницу с 11 до 15 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова